Получить ответы на вопросы. Представители 24 организаций провели ярмарку государственных услуг в поселках Барки и Новопавловки. Они оказали помощь более 150 местным жителям. С какими проблемами петропавловцы чаще всего обращаются к специалистам, узнавал мой коллега Абай Альжанов. Не у всех жителей Барков и Новопавловки есть возможность выехать в центр города и получить консультацию специалистов ЦОНА. Поэтому работники госорганов сами выехали на место. Ярмарку госуслуг проводят в Североказахстанском профессионально-педагогическом колледже. Вопросов у людей накопилось немало. Много обращений к специалистам отделов ЖКХ, образования, фонда социального страхования и жилстрой Сбербанка. Пришли сюда и студенты учебного заведения. Наши студенты сегодня не только получили конкретные услуги, кого это интересовало, но и в принципе общее представление о том, какие вообще услуги в целом бывают. Их интересовали и получение индивидуальных идентификационных номеров. В общем, те документы, постовка на очередь, особенно для молодежи важные вопросы являются. На ярмарке можно получить около 100 видов государственных услуг. По словам специалистов, помощь оказывают не только по принципу открытого окна, но и через портал электронного правительства egov.kz или мобильное приложение. Ведь так проще и удобнее. Проведено более 60 ярмарок госслуг. Сегодня акиматом города организованы ярмарки в городе Петропавловске, в поселке Барки. Данное мероприятие направлено на популяризацию электронных услуг. Госкорпорации подвязывают ЭЦП к мобильному телефону. С помощью регистрации мобильных граждан, получается, с помощью смс-пароля можно получить услуги в электронном формате. За 11 месяцев североказахстанцы воспользовались государственными услугами примерно 3 миллиона раз. 80% из них получили в электронном виде. Абая Альжанов, Жудузбек Ермуканов, Новости МТРК.